Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой третий канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылку на мой основной канал, где по 300 тысяч подписчиков, на мой второй, где под 100. И там же будет мой телеграм-канал новый. От старого отписывайтесь, подписывайтесь, пожалуйста, на новый. Спасибо большое за донаты. Я вот за эти дни получила 5 донатов. Спасибо, что поддерживаете работу мою. Я хочу поздравить моих подписчиков, кто отмечает Рождество, отметил Рождество по григорианскому стилю, с прошедшим Рождеством. Я поздравляю с наступающим Новым Годом. Естественно, до Нового Года мы с вами пренепременно еще увидимся и потом будем поздравлять друг друга с православным Рождеством. Друзья, ну, хочу немножко я промониторить события, как у нас прошло Рождество вот в нашем городе, в формате нашего города. Прошло, на мой взгляд, очень и очень посредственно. Я вам говорю честно, потому что очень много сэкономили денег у нас на иллюминации на городской. Я немножко вам поснимала. В предыдущих сюжетах вы могли увидеть. Экономят, экономят, экономят. После 12 часов у нас иллюминация в городе полностью выключается, потому что причина – это счета. Пришли и в муниципалитет очень большие счета. Более того, наш муниципалитет отказался сейчас от нескольких офисов, в том числе информационный офис. Вот в этом информационном офисе, ну, кто давно смотрит мой канал, там работает моя подруга Чичилия. В общем, все с Нового года она остается без офиса. Муниципалитет сказал, что денег нет на съем этого офиса, поэтому она будет работать из дома. То есть компьютер, все там эти аксессуары, претендалы у нее будут находиться дома. И не только она, но и многие другие офисы у нас сейчас переходят на такой вот домашний режим работы. То есть у муниципалитета, к большому сожалению, денег нет. Я очень надеялась на то, что в этом году зимой на площади Италии, это в Новом Центре, у нас зальют каток, как это было еще два года тому назад, вот до этого, да. И вроде бы как наш мэр, он это дело обещал, но, в общем, катка у нас нет. Сказали, что в Кьюзе, в соседнем городе, маленький, крошечный прямо каток его открыли, но это не 30 на 60, поэтому там особенно ты не разбежишься, можно стоять только вдоль бортика, все, больше ничего. Поэтому, может быть, я туда попытаюсь, конечно, съездить несколько метров, проехать, потому что я давно не встаю на лед, и последний раз я на лед выходила, это вот как раз в Пензола, я ездила, это был месяц август, потом сентябрь, вот, тоже сейчас там не все в порядке с катком, потому что счета пришли в три раза больше, и, в общем, экономия, экономика должна быть экономной. Поэтому, к большому сожалению, посмотрим, что у нас будет на Новый год. Вот у нас в прошлом году, кстати, Рождество, у нас муниципалитет устраивал здесь праздничный салют, в этом году у нас мы обошлись на Рождество без салюта, может быть, что-то на Новый год организуют, но будем смотреть, будем смотреть. Сегодня, видите, хороший солнечный день, поэтому можно было выйти, можно было пройти, прогуляться по городу, вот, а так в предыдущие дни у нас шел дождь, дождь и дождь. Но, вот, к большому сожалению, это вот так, поэтому то, в общем-то, к чему нас готовили, предупреждали, что праздников вот таких вот ярких с иллюминациями у нас не будет. В общем-то, так и получилось на Рождество, к большому сожалению. Вот, поэтому иллюминация включается вечером буквально на несколько часов, а так, как вам сказала, после 12, ближе к часу, все у нас выключается. Если выйти в городе, то, в общем-то, снимать нечего, потому что просто, как говорится, глаз выколи. Вот, это последние новости, которыми я хотела с вами поделиться. Цены у нас растут в Куб, каждый раз, когда ты приходишь, ты каждый раз встречаешься с очередными сюрпризами. Был у нас перебой с продуктами, я вам рассказывала, которые перед Рождеством не очень дорого стоят, и средняя цена. То есть, на полках лежали продукты только дорогие. Рыбные консервы, всевозможная такая маленькая баночка с крабами, около 8 евро она теперь у нас стоит. Вот, поэтому люди стараются, конечно, покупают рыбу, но тоже покупают, конечно, так смотрят. Хотя ведь страна морская у нас, но рыба очень подорожала. Мясо очень подорожало, поэтому вот как-то в таких вот полувоенных условиях мы проживаем. Но я все-таки хочу пожелать всем моим подписчикам хорошего настроения. Мы должны быть с вами оптимистами, мы должны молиться за то, чтобы вся эта ситуация, она поскорее закончилась, чтобы вот этот вот заокеанский старший брат нас оставил в покое, чтобы мы могли все-таки жить благополучно, спокойно, дружелюбно, относиться к друг другу. И я думаю, что когда рано или поздно это все закончится, я во многих сюжетах об этом говорила, конечно, мы с вами будем совершенно другими людьми. Вот такие времена. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok